Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Аиша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. Порядок партий в избирательном бюллетене определен. Три партии, которые уже были в парламенте, вошли в первую тройку. Скоро жителям города придется забыть, что такое дешевый социальный хлеб. С конца марта цена на основной продукт поднимется. Очередное трагическое ДТП произошло на дороге Уральска. В аварии погиб четырехмесячный ребенок. Сидя в местах не столь отдаленных, заключенный развивает предпринимательское дело и пополняет бюджетную казну. Определен порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Можилис. Все три партии, которые уже были в парламенте, вошли в первую тройку. А новички выбрали остальные номера. Для того, чтобы доказать всем, что жеребьевка прошла справедливо, член ЦИК продемонстрировал всем конверты и показал, что они непрозрачны. Затем конверты перемешали. Представители партии выходили на жеребьевку согласно порядка регистрации. То есть первым в ЦИК зарегистрировалась партия власти, поэтому они выбирали первыми. На этих кадрах член ЦИК вкладывает одинаковые по размеру листы с порядковыми номерами в конверты. Конверты запечатываются и раскладываются на столе. Представитель каждой партии вскрывает конверт и оглашает его. Номер, написанный на листе, является порядковым номером партии в избирательном бюллетене. Представители партии выбирают конверты в порядке последовательности регистрации политических партий. Так, согласно жеребьевке, партия Нур-Отан будет располагаться первой в избирательном бюллетене. Партия КНПК будет располагаться под вторым номером. Акжол – третий номер. Партия Брлык – под четвертым номером. ОСДП будет пятой в списке. А партия АУЛ расположится на шестом месте в списке избирательного бюллетеня. Первый номер. Около 600 бесперспективных сел на сегодняшний день насчитывается в Костанайской области. Об этом на брифинге в Астане сообщил Аким области Архимед Мухамбетов. Причем, по мнению главы региона, это нормальное явление. Если нет перспективы, то население будет переезжать, заметил он. Больше всего людей переезжает в Астану, Алматы и Мангастауск область. Но эти регионы не могут предложить им даже необходимый минимум – работу и жилье. В Алматы и Астане нет крупного промышленного производства, а на Западе нефтяная отрасль не нуждается в таком количестве рабочих. Тяжелые условия в сельских населенных пунктах вынуждают людей переезжать в крупные города в поисках лучшей жизни. Ведь в самых периферийных районах сельчане имеют недостаточный доступ к здравоохранению и даже питьевой воде. И тогда люди голосуют ногами, мигрируя из одного региона в другой. Это не способствует определению так называемого рейтинга благополучности. Если в советское время переселение жителей сел было вызвано индустриализацией страны, то сейчас главной мотивацией мигрантов является желание покинуть неблагоприятные для жизни населенные пункты. В 90-х годах было большое количество отток населения, особенно в Тургайской части. Она была отдельной областью, вы знаете. Население где-то было более 300 тысяч. Сейчас, если вместе взятых, вот это Аркалык объединили с Аркалыкским районом, Амантугай с Амагальденским районом, Амагальденским называется, и Жангальденский район. И Октябрьскому передали в Карасульский район, несколько районов в другие области передали. У нас сегодня население где-то в среднем 60-70 тысяч, то есть 300 тысяч осталось. Но почему умирают деревни? Капитализм уничтожает все, что не приносит прибыли, и поэтому не имеет права на существование. Уничтожаются не только предприятия, учреждения, но и целые населенные пункты. С приходом рынка колхозы и совхозы разрушили. В основном народ стал выживать за счет своих дворовых хозяйств, которые позволяют только питаться. А здания были распроданы за копейки и пошли на разбор. Кто-то на этом разборе обогатился, продав кирпичи, плиты, столярку. Села стали приходить в запустение, а народ спиваться. Из перспективных села, сегодня по ним работа идет. В целом, конечно, сегодня 598 населенных у нас пунктов, последние данные. А так до этого, конечно, было большое количество, более 700 сокращены. Села закрыты были, особенно в Тургайской части. Но эта работа, я считаю, нормальное явление. Если нет перспективы, рядом в районном центре есть перспектива, есть работа. Реализуются новые проекты, строятся объекты, малый и средний бизнес развиваются, то, конечно, население будет переезжать. Правда, большое количество сельчан, переехавших в города в надежде поправить свое материальное положение, оказались в условиях намного хуже, чем в селе. Переселившись в город, человек теряет не только традиционный, сложившийся годами привычный образ жизни. Он теряет и свой социальный статус. Ведь в городах сельские переселенцы обычно находят только малоквалифицированную, тяжелую физическую работу. Посмотрите, кто работает на укладке тех же бордюр или асфальтировании дорог. Посмотрите на грузчиках, на оптовках. Посмотрите, кто стоит в ожидании любой работы на так называемых тропах, где можно нанять на временную работу, например, вскопать землю на даче. Боржан Шайхмед, Ранизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Социальный хлеб будут производить до конца марта 2016 года. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков. После этого срока западноказахстанцам придется забыть о дешевом хлебе по 50 тенге. Для того, чтобы держать цены на социальный хлеб, государству пришлось раскошеливаться. Только в 2015 году на эти цели из бюджета было выделено 350 миллионов тенге. За эти средства приобреталась мука первого сорта по низкой цене и отпускалась хлебопеком. Есть объемы социальной муки, которые будут раздаваться в районах, которые будут раздаваться нашим хлебопекам, в городу. Соответственно, этот вопрос будет стоять на контроле. И 50 тенге, как вы сказали, она будет. И с 1 апреля уже пойдет свободное плавание. То есть, эти хлебопеки наши, которые начнутся порядка 10 дней, они сегодня будут покупать, продавать и, соответственно, делать свою прибыль. И, соответственно, будут идти модернизации, новые оборудования современные, которые дадут, скажем, такой хороший эффект. Стоит отметить, что отпустить цены свободное плавание призвал министр сельского хозяйства. Сдерживая стоимость самого главного продукта питания, мы загоняем в долговую яму сельхозтоваропроизводителей. Теперь поддержка будет оказываться адресная малоимущим гражданам. Таковых в области насчитывается около 7 тысяч человек. Что касается людей в социальных условиях населения, то будет оказываться, если ранее социальный хлеб продавался для всех, то есть его могут брать те люди, которые нуждаются в этом, которые и не нуждаются. То есть теперь люди, получающие адрес социальной помощи, будут дополнительно получать средства на приобретение хлеба. Исполнительные органы отметили, что резкого взлета цен на хлеб и хлеб-булочные изделия они не допустят. Роман Копняев, Абула Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Очередной трагический случай на дороге. Крупное ДТП произошло по улице Жангирхана. Несколько человек получили тяжелые травмы, и один грудной ребенок погиб. Наш корреспондент Рустам Машарипов одним из первых прибыл на место аварии. 15 февраля по улице Жангирхана произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и одной пассажирской «Газели». Среди пострадавших имеется четырехмесячный ребенок. Это очередное ДТП с печальным исходом в этом году. Больше всего пострадал автомобиль марки «Лада Гранта». Виновник в аварии установит следствие. Большое дорожное транспортное происшествие, участие трех автомашин и маршрутного автобуса 36. Результаты сейчас дорожного транспортного происшествия выясняются. Следственная оперативная группа работает. Пострадавшим оказана всякую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Но к моменту их приезда родители сами увезли ребенка. Общее число пострадавших – семь человек. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим. Троих пострадавших самых тяжелых забрали до нас. Вот два пострадавших водителя «Газели» в состоянии средней тяжести. Ушиб живота. Вот. И сейчас мы отвезем хирурги для того, чтобы его осмотрели хирурги. Печальные новости поступили на следующий день. Стало известно, что ребенок скончался, не доехав до больницы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В областную клиническую больницу были госпитализированы двое мужчин 1961 года рождения. У него сочетанная травма, закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом с ушибами. У пациентки 1993 года рождения закрыта черепно-мозговая травма, ушибы. Она доставлена в больницу в состоянии геморрагического шока. Остальные обратившиеся были отпущены домой на амбулаторное лечение. Также в следствии данного дорожного транспортного происшествия получил травму ребенок. Травмы были несовместимы с жизнью. На момент доставки родителями в больницу он уже не подавал признаков жизни. С начала года это уже четвертая авария, в которой погибают люди. Самое печальное, что среди погибших все чаще оказываются маленькие дети. Рустам Машарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Жумашев, телеканал ТДК-42. Принимаем ваши жалобы. Городская санитарно-эпидемиологическая служба установила ящики для приема жалоб в торговых домах города и в самом здании Департамента по защите прав потребителей. Теперь каждый гражданин может дать свою письменную заявку. По каждому факту обещают провести расследование и дать ответ. В данные ящики жители могут положить жалобы по конкретным фактам. Также это могут быть запросы по интересующим вопросам в сфере защиты прав потребителей. Департамент в пределах своей компетенции примет необходимые меры и предоставит разъяснение. Я хочу сказать, что ящики установлены непосредственно в торговых домах на территории города, как АДАЛ, что находится на территории рынка, и в торговом доме Аквариум, который находится по проспекту Евразии. Аналогичные ящики установлены еще в районных центрах области. Сумма финансирования Управления культуры на 2016 год увеличилась на 1 миллиард тенге и составила 5 миллиардов 900 миллионов. Заработная плата работников в сфере культуры увеличилась с 20 до 40 процентов. В прошлом году основная часть средств была потрачена на проведение крупных мероприятий. 70-летие Победы Великой Отечественной войне, 550-летие Казахского ханства, 20-летие Конституции Республики Казахстан и 20-летие Ассамблей народа Казахстана. В этом же году основное внимание будет уделено празднованию независимости республики. В прошлом году на развитие культуры и искусства в области было выделено около 5 миллиардов тенге. Часть средств пошла на реставрационные работы зданий, в том числе трех исторических объектов 19 века. В 2015 году нам удалось отремонтировать дом наказных атаманов, здание бывшей русско-киргизской школы и ряд других исторических объектов на общую сумму около 27 миллионов тенге. В 2015 году состоялось открытие уникального центра культуры и искусства имени кадра Марзали. Архитектурный комплекс включил в себя амфитеатр, концертные залы и музей, собравшие сведения о писателе. Также в прошлом году в области было открыто шесть памятников. Один из них – памятник чернобыльцам. Он был установлен на территории парка в районе ремзавода. На разработку его ушло около года. Также были установлены памятники народному писателю Казахстана, лауреату государственной премии Акыну Кадыру Марзали в Уральске и Сырымском районе, бюсты государственному и общественному деятелю Кунаеву и герою Советского Союза Майданову. В этом году запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню независимости республики и в первую очередь празднование столетия со дня восстания 1916 года. В библиотеке имени Жубан Мудгалеева уже началась выставка книг, посвященной истории восстания. Также выставку исторических экспонатов планируется провести в областном музее. В день празднования на Урызе в этом году запланировано большое театрализованное представление, посвященное истории казахского народа. А в начале марта впервые в Уральске проведут День Благодарения. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. При выявлении незаконности действий со стороны победителя конкурса государственных закупок, уполномоченный орган должен уведомить об этом других участников госзакупок в течение пяти рабочих дней. В то же время заказчикам запрещается предъявлять требования к участникам, осложняющие проведение госзакупок. Об этом сообщают представители областного экономического суда. Согласно новому законодательству, к потенциальным поставщикам предъявляются требования правоспособности и платежеспособности. Представители суда отмечают, что количество дел, рассматриваемых в сфере госзакупок, с каждым годом увеличивается. Чаще всего наблюдаются случаи нарушения закона недобросовестными участниками процедур. Если раньше и уклонившиеся от заключения договора, и не исполнившие обязательства по заключенным договорам признавались недобросовестными участниками государственных закупок решением суда, то по новому закону, начиная по государственному закону, проводимому с 1 января 2016 года, лица, уклонившиеся от заключения договора, включаются в реста уполномоченным органам. То есть решение суда в данном сути не требуется. Попал за решетку и стал предпринимателем. Казалось бы, совсем недавно это было невозможно. Но сейчас в колонии общего режима Уральска четыре осужденных открыли свое дело. Теперь они исправно оплачивают налоги и зарабатывают на жизнь своим трудом. Роман Копняев побывал по ту сторону колючей проволоки. Эти утки нисколько не сожалеют о том, что живут в колонии. Здесь за ними присматривают и хорошо кормят. Осужденный Амангильды Сулейменов родом из Жангалинского района. Мужчина зарегистрировал индивидуальное предприятие по разведению кроликов и уток. Говорит, что работа с животными – его любимое дело. Сейчас кролика держу 70 штук. А был 17-му. А утка 30-10 был. Хозяин на откорм ставим по 50-40 штук. Забирает, резает на волю. Остальные в дальнее время здесь. Начальник режима учреждения отмечает, что сейчас работой в колонии занято более 120 человек. Здесь открылись цех по производству обуви и выпуску железобетонных изделий. Они выращивают и кроликов, и уток, которые реализуются на рынке в городе Уральске. Есть сейчас огромные площади для работы по железу. То есть сварочные, можно резать тот же металл, конструкции какие-то. У нас было много таких заказов в свое время с Акиматов, когда наши осужденные изготавливали мини-дворы, дворики детские. Это турникеты, горки, качалки. Заказ будет работать? Да, будет заказ. Сейчас государственное предприятие у нас год открылся финансовый. В настоящее время сейчас идет, так сказать, работа с порталом. А здесь занимаются изготовлением изделий из кожи и шерсти. Валерий Смирнов отмечает, что работа для него привычная. Делаю патронтажи для охоты, для зим, для нас халат. Это можно летом, если пойдет. Время быстрее идет, когда работа. День пролетает. Вот такие отличные вещи делают на промышленной зоне. Режим учреждения 173.2. Вот такое седло, выполнено национальном стиле. Оно пользуется спросом не только у сельчан, но и у тех горожан, которые любят покататься на лошадях. Как отметили в областной прокуратуре, общая трудозанятость колонии общего режима сейчас составила 47%. Плюс и то, что зарабатывая деньги, осужденные могут погашать иски и ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Были открыты новые производства. Это по выпечке хлеба, по производству макаронных изделий, по выращиванию уток, кроликов. В качестве индивидуальных предпринимателей уже осуществлена регистрация четырех осужденных, которые занимаются разными видами деятельности. В колонии надеются, что предприниматели Уральска заинтересуются бизнесом за колючей проволокой. Здесь можно сэкономить на аренде и охране. Роман Копняев, Абулат, ЖКПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Набивший оскомину Уральский полигон твердых бытовых отходов опять переходит из рук в руки. На этот раз битву за него ведут финская и немецкая компании. А жители близлежащих домов по-прежнему задыхаются от непрекращающегося запаха разлагающихся отходов и гари. Уральск уже имеет опыт передачи иностранцам подобных государственных объектов. Несколько лет назад гражданину Германии власти передали спецавтобазу, государственное предприятие по уборке мусора. Предполагалось, что инвестор наведет в городе немецкие чистоту и порядок. В связи с нарушением трудового законодательства управления внутренних дел Уральска ведет расследование в отношении предприятия, директором которого является Булат Шакимов. В пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области сообщили, что в ходе проводимого ими мониторинга соблюдения трудового законодательства за истекший период текущего года установлено, что товарищество с ограниченной ответственностью спецстройсервис неоднократно задерживало заработную плату рабочим. Перед 98 работниками у организации образовалась задолженность по заработной плате в период с июля по декабрь 2015 года на общую сумму 18,5 миллионов тенге. В Казахстане вновь скоро подорожает водка. Проект о поднятии акцизов в Казахстане готовится к подписанию. Минимальная цена за литр превысит 1300 тенге. Вуральский суд не удовлетворил иск рабочих, уволенных из ТО «Жаик Мунай». По итогам решения истцы остаются без материальной компенсации и не будут восстановлены на прежние должности. Напомним, что в конце прошлого года экс-Жаик Мунаевцы подали иск на своих работодателей из-за того, что попали под сокращение. Рабочие считают, что их уволили незаконно. Рабочие считают, что их уволили незаконно. После отборочного тура останется только 9 участниц. Но я уверена, что каждая мама, которая сегодня участвует в отборочном туре, обязательно получит массу удовольствия, радости и, конечно же, хороших таких добрых семейных ощущений. Социально-культурный проект, который активно поддержала партия, демократическая партия «Акжол». У нас очень много добрых спонсоров и партнеров. Главным спонсором конкурса выступила демократическая партия «Акжол». Мы с удовлетворением приняли предложение праздничного агентства Ирины Будрис быть спонсором, генеральным спонсором конкурса «Мама года-2016». Потому что действительно основной задачей данного конкурса и, наверное, всех общественных организаций является это прежде всего дальнейшее развитие уважения к семье, именно как к ячейку общества. И в этом контексте, в преддверии прекрасного женского праздника, международного женского дня 8 марта, этот конкурс мы поддержали. Среди участниц была и мать пятерых детей, находящейся в ожидании скорого появления шестого ребенка. Желаем всем участникам, конечно, удачи. Здесь мамы, дети. Спасибо Ирине Будрис этому проекту. Мы как вот увидели телевидение об этом проекте, вот с детьми решили поучаствовать. Детей у меня пятеро. Ну, всем удачи желаю. Финал состоится 12 марта, где определится, кто из участниц сможет гордо носить титул «Мамы года». Рустам Машарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК 42. Молодые таланты города. Сегодня в 47-й школе прошел галоконцерт, на котором были отмечены лучшие молодые исполнители, танцевальные группы и вокально-инструментальные ансамбли школ города. Конкурс проводится третий год подряд и дает возможность всем школьникам показать свои умения. В галоконцерте приняли участие финалисты соревнований. Всего же в конкурсе приняло участие более 300 детей. Организаторы отметили популярность данного мероприятия. Победители этого конкурса сегодня выступают. Вот в 47-й школе здесь дают галоконцерт по итогам этого конкурса. Участвуют почти все школы. Вот в нашем городе 47 школ. Почти все школы участвуют в этом мероприятии. Это плановые мероприятия городского управления образования совместно с ветеранской организацией образования города. В конкурсы приняли участие школьники с 1 по 9 класс, которые продемонстрировали свои лучшие номера. Пела я песню «Цвети земля» Розы Рымбаева. Мне очень понравилось тут выступать. Спасибо организаторам. Девочки у меня хорошие, хорошо танцуют, нравится им танцевать. И пришли мы с казахским танцем. Учатся они в 3-м классе у нас. Маленькие таланты надеются, что в будущем они смогут стать звездами мирового масштаба. Но для начала им нужно хорошо учиться и много трудиться. Рустам Машарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джимашев, телеканал ТДК-42. В Уральске открылась выставка физиотерапевтических приборов Елатомского приборного завода и серии «Домашний доктор». Она проходит в аптеке номер 22 акционерного общества «Талаб», расположенной по адресу проспекта Булхаирхана, 153. Эти приборы можно использовать дома для лечения многих болезней. Компания «Еломед» считается лидером российского медицинского портативного приборостроения. В продаже имеются аппараты «Теплон» и «Унилор». А самые известные приборы – «Алмак» и «Мавит». Они успешно зарекомендовали себя в домашних условиях и поликлиниках. Аппарат «Алмак» охватывает широкий спектр заболеваний, которыми страдают лица старше 40 лет. В них входят заболевания суставов, артриты, артрозы, заболевания спины этого стеохондроза, грудной и шейной, поясничной отделы. Помимо этого, травмы и повреждения позвоночника, спинного мозга, желудочно-кишечный тракт, гастрит, язва, сердечно-сосудистая, гипертония и шимический инсульт. По венозной системе тромбоз, тромбофлебит, варикозная болезнь. Ещё один аппарат «Мавит» – данный прибор является очень эффективным при лечении болезни простаты. Это дополнительно подтверждает множество положительных отзывов. Аппарат «Мавит» применяется при лечении таких заболеваний, как простатит, аденома, лечение геморроя, восстановление эрекции у мужчин. Воздействие проходит сразу тремя факторами, которые входят в международные стандарты лечения этих заболеваний. Один из которых – это прогревание области простаты. Второй из которых – это магнитное поле, которое оказывает обезболивающий эффект, а также помогает устранить воспалительные заболевания в области простаты. И третий фактор – это микромассаж, который стимулирует и приводит в тонус окружающие мышечные ткани. Выставка будет проходить в аптеке номер 22 «Аотолаб» 16 по 19 февраля. Все приборы продаются по ценам прошлого года. В Уральске стартовал чемпионат Республики Казахстан по шорт-треку. В Ледовом дворце спорта будут соревноваться семь команд. За звание лучших поборется 160 юных, но уже очень талантливых спортсменов. Незамысловатая езда по кругу. Казалось бы, все просто, но на самом деле это не так. Шорт-трек является довольно сложным видом спорта. Скорость, эмоции, накал страстей, ушибы и даже переломы – все в нем есть. Цель участников – пронестись по льду быстрее молнии. Физические возможности спортсмена здесь большую роль не играют. Наоборот, победить можно, если ты маленький и юркий. Я приехал с города Астаны, мне 12 лет, я занимаюсь шорт-треком уже 5 лет. Готовился я хорошо. Было трудно. Скорость спортсмены набирают прямо со старта и до самого конца. Участница чемпионата из Караганды Анна Шумила шорт-треком занимается уже три года. Как признается, спортсменка в этом виде спорта ее привлекает скорость. В планах у юной шорт-трекистки стать чемпионкой мира. В Астану ездила и в Иральск. Ну и так у себя дома, в Караганде. Достижения какие? Три первых, два вторых и четыре третьих. И одна из остальных медалей. Шорт-трек – очень динамичный вид спорта и в области развит на высоком уровне. У нас есть олимпийцы, как мы все знаем, это как Айдар Бегзанов, такие как Абзал Ашгалиев и Норберген Жумагазиев. Также у нас в настоящее время в Лилихамере проходят молодежные олимпийские игры, где принимает наша девочка, это Анита Нагай. Ну, это говорит о том, что в нашей области данный вид спорта развивается на высоком уровне. Шорт-трек относится к видам спорта с определенным уровнем риска. Именно поэтому конькобежцы выступают в специальных комбинезонах из эластичной ткани, не сковывающих движения и с наколенниками и щитками для снижения риска травмы при падении. Как любой вид спорта, шорт-трек, он является тоже травмоопасным, так как это проходит бег. При том, бег на коньках, лезвия очень острые при падении травмы. Это переломы, ушибы, порезы в основном. А какую скорость тут они развивают? Они 100 метров проезжают за 8 секунд, за 9. Говорить о том, чья команда сильнее, пока рано. Но судья соревнования рассказал, что у наших спортсменов из Западно-Казахстанской области есть все шансы на победу. Чемпионат пройдет в течение трех дней и завершится 18 февраля. Также в Уральске в течение двух дней пройдет областной турнир по легкой атлетике среди мальчишек и девчонок. Только вот, как заявляют судьи соревнований, принять в нем участие приехали всего порядка 100 спортсменов. Ведь изначально планировалось 500. Причина неявки остальных участников пока неизвестна. Соревнования прошли на стадионе имени Петра Атаяна в помещении, предназначенном для тира. К сожалению, как рассказывают тренеры, в зимнее время года заниматься и проводить турниры им больше негде. Вся проблема заключается в отсутствии манежа. У нас есть несколько отделений. Отделение в специализированной детской спортивной школе есть, в интернате есть отделение. Ну, конечно, хотелось, чтобы и в районах поднимали этот вид, но пока слабо развивается этот вид. По итогам этих соревнований победители поедут на чемпионат Казахстана. В области объявлено штормовое предупреждение. Уже завтра ожидается местами туман и гололед. Усиление юго-западного ветра днем до 15-20 метров в секунду, ночью до 18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют водителям быть предельно осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Оставайтесь на нашем телеканале, впереди вас ждет много интересного. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Сеть заправок «Экоил» – это прежде всего качественное топливо. «Экоил» спешит сообщить всем своим клиентам о начале акции. Заправившись 30 литрами бензина на автозаправочной станции «Экоил», вы можете выиграть автомобиль. Розыгрыш состоится 20 марта. Заправляйтесь качественным бензином. Прогноз погоды на 17 февраля. В Уральске – минус 2 ночью, плюс 2 днем. Актау – минус 3, плюс 2. Актубе – минус 16, минус 7. Атырау – минус 2, плюс 2 днем. Кукшитау – минус 18, минус 12. Кустанай – минус 21, минус 16. В Казулорде – минус 8, плюс 1 днем. В Павлодаре – минус 19, минус 12. Петропавловск – минус 17, минус 12. Толдыкурган – минус 18, минус 10. В Таразе – минус 7, минус 2. В Усть-Каменогорске – минус 16, минус 9. Караганда – минус 13, минус 11. Шилкент – минус 3, плюс 4 днем. В Алматы – минус 7, минус 1. В столице республики Астаня – минус 17, минус 11. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова